Как всегда, новый день с вами встречает Утренний Фрэш. В этом выпуске я, Влада Васильева, расскажу об актуальных культурных новостях Гомеля, а также познакомлюсь с другой полезной информацией, интересными фактами, которыми пестрит всемирная паутина. Сегодня на территории Гомельской области будет ясная погода, осадков не прогнозируется. Столбики термометров поднимутся до 23 градусов, ветер юго-западного направления скоростью до 6 метров в секунду. Продолжение темы. Теплая и солнечная погода, которая установилась в стране, продержится только до конца сентября. Синоптики прогнозируют, что вся текущая неделя будет теплой, а затем придет осень. И уже в воскресенье температурный фон начнет снижаться, и в этот день ожидается пасмурная погода. Первые дни октября будут прохладными. В целом, температурный фон второго месяца осени должен быть стабильным. Первой его половине, согласно предварительным прогнозам, средняя температура в стране составит примерно 13 градусов. Однако, поживем-увидим. Ведь долгосрочные прогнозы нередко ошибаются. Картинная галерея Гаврила Ващенко готовится к открытию выставки «Что может быть лучше природы? Афорты Ивана Шишкина». Живопись этого мастера любима многими поколениями зрителей. Менее известно его графическое наследие, хотя Шишкин был гравером-профессионалом. Он создал более 100 листов, посвятив их изображению родной природы. На выставке будет представлен альбом «60 афортов профессора Шишкина. 1870-1892. Санкт-Петербург». Это оригинальные афорты черной краски и сепии. Причем папка является итогом более чем 20-летней работы художника в технике афорта. В Музее истории, печати и фотографии Гомельчины продолжается выставка работ фотографа Еленки Донбровой. История экспозиции под названием «Игра света и тени» началась еще в 2009 году. Затем казалось, что кроме пары снимков больше ничего не получится. Еще 4 года идея не реализовывалась. Многие фотографии ушли в корзину. Но со временем у автора сформировался подход. Были поставлены конкретные рамки. А это отсутствие монтажа и серьезной обработки. Хотелось не нарисовать и не придумать, а именно увидеть и запечатлеть. Что из этого получилось, узнают гости Музея истории, печати и фотографии Гомельчины. Выставка открыта до 6 октября. В Музее автографа открыта художественная выставка «Тетрис». Ее авторы – воспитанники Гомельского государственного художественного колледжа. В экспозиции работы в технике рисования маслом на холсте. Натюрморт, портрет, фигурная композиция, человек в интерьере, пейзаж. Во все времена взгляды людей привлекали естественная красота, сельские пейзажи с простым бытом. Этого так не хватает жителям больших городов. В работах молодых художников и интерьерный жанр, который больше, чем натюрморт, раскрывает жизнь человека через мир вещей и через обстановку. Не пропустите. Выставка открыта до 15 октября. Театр клоунады и пантомимы без слов Гомельского центра инклюзивной культуры готовит премьеру. Зрителям представит комедийный спектакль «Дурдом в коммуналке». В постановке участвует большая часть труппы Театра клоунады и пантомимы. Его героини – женщины, проживающие на одной территории. Зрители окунутся в мир женского юмора, который понятен каждому. Причем интересно будет и женщинам, и мужчинам. Авторы обещают, что никто не успеет соскучиться. Зрители будут ждать 10 октября в Центре инклюзивной культуры начало спектакля в 17.00. Внимание! Возрастное ограничение 18+. Молодых ученых и специалистов приглашают принять участие в конкурсе работ на присуждение ежегодных премий облсполкома за 2020 год. Ежегодные премии стимулируют творческую деятельность научных сотрудников, аспирантов и других работников, которые занимаются научно-исследовательской деятельностью. Участвовать могут ученые и специалисты до 35 лет, включительно на 1 декабря. Кандидатов на получение премии выдвигают ученые советы. Советы молодых ученых вузов, научных, проектных и опытно-конструкторских организаций, а также научно-технические и техно-экономические советы предприятий организации. Материалы можно направить с 1 октября до 1 декабря. Уточнить информацию можно по номеру телефона в Гомеле 33 47 18. В Гомельской области пройдут первые три этапа Республиканской олимпиады по финансовой грамотности среди школьников. Знания старшеклассников проверят с помощью тестов. Первый этап олимпиады завершится в сентябре. В образовательных учреждениях области отберут старшеклассников наиболее подготовленных в вопросах финансовой грамотности. Им предстоит принять участие во втором этапе 23 октября во всех районах области и Гомеля. Затем по три победителя от каждого района отправятся на областной этап. 20 ноября его организуют в Гомельском государственном педагогическом колледже имени Выгодского. А лучшие в области будут бороться за звание самых финансово грамотных на республиканском этапе 18 декабря. В Беларуси стартовала акция МЧС «Молодежь за безопасность». Первый этап получил название «112 добрых дел». До 30 сентября участники акции окажут посильную помощь одиноким пенсионерам, инвалидам и ветеранам. Также пенсионерам предложат принять участие в съемках роликов «Бабушкины рецепты безопасности». В процессе приготовления блюд белорусской кухни будет рассказано о том, какие меры безопасности нужно при этом соблюдать. Второй этап акции будет проходить до 9 октября в домах престарелых, домах ветеранов, территориальных центрах социального обслуживания населения, домах культуры. А также среди любительских объединений для людей пожилого возраста. Желающие посоревнуются в конкурсах «Частушки безопасности», «Суперстар» и «Мудрость, опыт, безопасность». А в ходе финального этапа, который пройдет с 12 по 16 октября, особое внимание уделят юным спасателям пожарным. Для них проведут осенний бал юных спасателей. А для населения запланированы масштабные мероприятия. Людям предложат конкурсы, викторины, лотереи, покажут видеофильмы на противопожарную тематику и проведут яркий флешмоб. Смотрите в эфире телеканала «Беларусь-4 Гомель» передачу о вопросах здоровья, тела человека. Статистика говорит, что большинство взрослых белорусов обращаются к врачебной помощи лишь по крайней необходимости. А количество тех, кто занимается самолечением и самодиагностикой, и вовсе сложно посчитать. Все это влияет на среднюю продолжительность жизни в стране и на ее качество. А первый шаг на пути к изменению такой ситуации – профилактика. На это и направлена программа «Тело человека». Включайте наш телеканал сегодня в 19.30. По вечерам со вторника по пятницу смотрите в нашем эфире программу «Добрый вечер, Гомель». Это рассказ о ярких событиях из жизни Гомеля и Гомельской области. Разговор с интересными гостями в студии. Включайте телеканал «Беларусь-4» в 20.25. Не упустите хорошую возможность провести вечер всей семьей у телеэкрана. Сегодня в нашей рубрике «Есть вопрос» нотариус Александра Сувалова подробнее расскажет о договоре пожизненного содержания с иждивением. Нередко в внутреннюю контору обращаются граждане с вопросом о том, что я хочу оставить свою квартиру, либо дом какому-либо человеку. Однако взамен я хочу, чтобы он осуществлял за мной уход, покупал мне какие-либо продукты питания, производил уборку. И спрашивают, в какую форму можно облечь данное желание. Это договор пожизненного содержания с иждивением, по которому одна сторона передает свое недвижимое имущество другой стороне. А взамен за это другой гражданин обязан осуществлять уход, также покупать продукты питания и выполнять все те условия, которые стороны согласовывают между собой. В договор пожизненного содержания с иждивением могут быть внесены изменения по соглашению между сторонами. Это может быть и покупка лекарственных средств, уборка в помещении, приобретение одежды, обуви, постельного белья. То есть все то, что стороны между собой согласуют. Плюсом данного вида договора для лица, который осуществляет уход, является то, что впоследствии при смерти получателя ренты данное лицо не будет обращаться в материальную контору к нотариусу для оформления наследства. То есть не надо будет ждать 6 месяцев, чтобы получить свидетельство о праве на наследство. Плюсом для получателя ренты, то есть лица, за которым осуществляется уход, является то, что лицо, которому ты передал свое имущество, не сможет ни продать, ни обменять, ни подарить это имущество другому лицу без согласия, без вашего согласия. То есть для вас не станет неожиданностью то, что ваша квартира, либо дом уже были кому-либо другому перепроданы, либо подарены. Это был Утренний Фреш. Желаю вам улыбок окружающих вас людей и только хорошего настроения. Оставайтесь на Беларусь 4 Гомель. С нами интересно. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова